Друзья, всех приветствую на торговой сессии вторника. Мы снова на финансовых рынках и продолжаем говорить о ключевых, фундаментальных событиях, которые влияют на динамику финансовых активов. Не забывайте подписываться на наш YouTube-канал «Маркетс», оставлять ваши вопросы в секции с комментариями и, конечно же, не забывайте ставить лайки. Сегодня на повестке экономического календаря данные по ВВП Германии, 8.00 по GMT. Далее в 9.00 ВВП еврозоны, в 12.00 по GMT индекс потребительских цен Германии. То есть этот релиз предваряет выход статистики по инфляции в целом во всей еврозоне, которую мы ожидаем завтра. И в 14.00 по GMT уровень доверия потребителей. Относительно спокойная торговая сессия, но это все подготовка к безумному завтрашнему дню, когда за одну торговую сессию нам предстоит переварить сразу несколько заседаний Банка Японии и Федеральной зерной системы и проанализировать кучу фундаментальных отчетов. Настолько значимых, что многие из этих релизов могут повлиять на перспективы национальных монетарных политик. Поэтому, друзья, готовимся к супер-насыщенной торговой сессии. И обязательно, если вы делаете большой акцент на торговлю, связанную со фундаментальным фоном, контролируйте риски, следите за загрузкой депозитов, ставьте стоп-клоссы. Правила риск-менеджмента – это очень важная, а может быть даже принципиальнейшая вещь в торговле на финансовых рынках. Индекс доллара текущей котировки 104.37. Пока что доллар пользуется спросом. Но вчера мы наблюдали за довольно волатильной торговой сессией, даже несмотря на пустой экономический календарь. Очень несвойственная динамика доллара для понедельника, когда действительно мы не имеем возможности проанализировать какой-то значимый фундамент. Рынок пытается все-таки понять, на что же сейчас лучше делать акцент. На политику, связанную с потенциальной победой Трампа и, как следствие, это то, что может создать хорошие условия для роста американского доллара. Либо на экономику, то есть тоже на политику, но в монетарном ключе. На действия Федрезерова, смягчение экономической политики. То, как много будет подобных решений до конца этого года. На что будет ФРС делать наибольший акцент. И какая проблема останется настоящей головной болью. Мы, собственно, анализом монетарной политики занимаемся постоянно. Я надеюсь, что не нужно сейчас подсвечивать то, что ФРС в одном шаге от того, чтобы смягчить эту монетарную политику. Это точно произойдет в сентябре. Но вот вопрос, будут ли сюрпризы, например, в ходе июльского заседания, то есть завтра. Либо еще сюрпризы, связанные с несколькими снижениями ставки после сентябрьского заседания. Это правильные вопросы, которые, по сути, определяют долгосрочную тенденцию американского доллара. Но мы сейчас работаем с тем, что есть. Из фундаментальных релизов последних дней у нас тянется с пятницы индексы ПСИ расходов на личное потребление. Базовое значение не изменилось. Основной индекс скорректировался с 2,6 до 2,5%. Поэтому, чисто теоретически, мы получили еще один аргумент для того, чтобы ждать от Федрезерва решительных действий и смягчение курса национальной монетарной политики. Для доллара, по идее, такой фундаментальный фон – это база и основа для долгосрочного снижения. Наверное, здесь ключевое слово все-таки – долгосрочное. Невозможно спрогнозировать какую-то краткосрочную динамику, поэтому этим мы не занимаемся. Либо пытаемся просто с учетом максимально присутствующих на рынке ожидания определить вероятность реализации такого сценария. Но в отношении доллара я всегда делаю акцент на долгосрок и считаю, что американская валюта имеет куда больше шансов на разворот. Потому что, если будут какие-то отклонения от намеченного сценария Федрезерва, либо общего общественного мнения на рынке касательно американской монетарной политики, это отклонение будет предполагать более агрессивное смягчение экономической политики, но никак не решение ФРС удержать ставку высокого и более длительный период времени. По золоту – 1384 доллара за тройскую унцию. Пока что рекомендую в золото не лезть. Я думаю, что будут условия у нас для того, чтобы найти хорошие точки входа. После того, как мы переживем торговую сессию среды, посмотрим после волатильности, где окажутся многие активы. Рынок нефти, обвал, пробой поддержки 80 долларов за баррель, как мы и ожидали, котировки 78,60. Причины слабости Китая – восстановление доллара. Из-за значимых фундаментальных событий ближайших дней, пожалуй, стоит отметить, это встреча мониторингового комитета ОПЕК. Она состоится 1 августа, обсудит целесообразность сохранения прежних договоренностей по ограничению добычи. Это рекомендации, которые в целом будут потом переданы странам ОПЕК+, на встрече на самом высшем уровне. Будет ли это событие источником повышенной волатильности для нефти? Я думаю, что нет. Сейчас рынок настолько сфокусировался на проблематике Китая, что для сырьевых инструментов, в частности для нефтянки, это, пожалуй, единственный значимый триггер, который как раз и бьет по котировкам и толкает нефть еще ниже. Я предлагаю смотреть на 75 долларов за баррель в качестве целевого ориентира. Доллар канадец 1,3850 – идеальные условия для роста этого дуэта финансовых активов. Про монетарную политику канадского регулятора мы уже много говорили. Готовимся к еще одному снижению ставки. Параллельно пока поглядываем за тем, как доллар воспрял духом на безновостном фоне. И на фоне снижения котировок нефти, то есть Канада, нефть – это связанные между собой, скажем так, слова и экономические термины. И понятно то, что насколько нефть значима для канадской экономики. Поэтому тенденция снижения и распродаж на рынке черного золота всегда провоцирует давление на канадскую валюту. Целевой ориентир 1,40 – амбициозный. Это не самая волатильная валютная пара, но все-таки некоторые цели нужно держать в голове, верить в них. Тем более, что сейчас рост продолжается уже 10 дней подряд без какой-либо коррекции. И почему бы не допустить то, что на этом импульсном движении пара сможет добраться и до указанного на уровне. Австралийцы против доллара 0,6546 текущие котировки на австралийцев очень сильно надавили ухудшение перспектив китайской экономики и связанное с этим обвал цен на сырьевые ресурсы, в частности, на железную руду. Австралийская экономика обеспечивает чуть ли не 50% мирового спроса на железную руду. И здесь тоже, чем хуже обстоят дела в Китае, тем ниже спрос, чем ниже спрос, тем, соответственно, больше причин для снижения стоимости на железную руду и больше основания для ухудшения показателей торгового баланса между такими извечными торговыми партнерами, как Китай и Австралия. Но спекулятивно, друзья, здесь может быть интересна реакция австралийца на заточные данные по инфляции. Они выйдут прям рано утром. Эта статистика за второй квартал ожидается прирост инфляции с 3,6 до 3,8%. По идее, высокая инфляция в Австралии может все-таки вернуть на рынок спекуляции на тему того, что Резервная банка Австралии, в отличие от других центральных банков, может даже поднять ключевую процентную ставку. Это вполне реально. Поэтому в качестве спекулятивной сделки я предлагаю сейчас присмотреться к лонговым позициям с целевым ориентиром 0,6650-0,67. Доллар иена 154,10. Мы ждем заседания Банка Японии завтра. На фоне последнего отчета по инфляции в Токио был зафиксирован рост основного индекса потребительских цен, даже базовая инфляция, прошу прощения, с 2,1 до 2,2%. Причем рост продолжается уже три месяца подряд. Это создает условия для того, чтобы Банк Японии рассмотрел хотя бы возможность для ужесточения монетарной политики. И все это, конечно же, жесткая риторика, с которой мы будем работать завтра. Я надеюсь, что этого будет достаточно рынку, чтобы развить дальнейшее медвежье ралли и отправить пару долларов иена ближе к уровню 150 иен за один американский доллар. И что касается рынка криптовалют. Биткоин 66500 откатили мы после тестирования психологической планки 70 тысяч. Пока что не решаются покупать или прорваться выше. Но фундамент, как я говорил, пока располагающий к тому, чтобы мы все-таки верили в продолжение обычного ралли. Самый главный новостной фон – это выступление Трампа, потенциально будущего президента США в Нэшвилле. И несколько очень важных тезисов-обещаний, которые он дал криптовалютному сообществу. Это намерение превратить США в биткоин-сверхдержаву. Это планы создать национальные запасы по биткоинам, держать их в неопределенное время и ни в коем случае не реализовывать. Это уволить главу Американской комиссии по ценным бумагам Гэри Генслера и свернуть все инициативы, которые предполагают создание цифровой валюты Центрального банка. Я надеюсь, что Трамп не откажется от этих инициатив, когда придет его время. И, друзья, сейчас нужно просто ждать и готовиться к тому, что, скорее всего, очередная волна и еще одно ралли, предстоящее бычье ралли практически неизбежны. Для биткоина это цели выше 70 тысяч, то есть к чему может привести по эфириуму. Мы также говорили, ждем движения выше 3-х потеста и ближе к сопротивлению психологической планки 4 тысячи. На этом, собственно, все. Большое спасибо за внимание и хорошей торговой сессии. Всем пока!